Здравствуйте! Сегодня в рубрике наши тесты Land Rover Freelander системы Stop Start Первый экологичный серийный автомобиль от Land Rover Мы приехали на полигон Land Rover Experience, чтобы провести внедорожную часть теста И заодно рассказать об автомобиле в целом Ну а в планах у нас на сегодня поездки по городу Для чего, собственно говоря, была предназначена система Stop Start шоссе И прочее подобное, для чего предназначена машина такого класса, класса кроссовер Рабочий объем двигателя 2,2 литра Мощность 160 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту Максимальный крутящий момент 400 ньютон-метров достигается при 2000 оборотах в минуту Максимальная скорость 181 км в час Разгон до сотни за 11,7 секунд Средний расход топлива по заводским данным 7,5 литров на 100 км Со своими 4,5 метрами длины и колесной базой 2660 мм Land Rover Freelander попадает точно в центральный сегмент среднего класса по кроссоверным меркам У него приличный дорожный просвет и неплохая геометрическая проходимость Просторный салон и багажник, проверенная нами экономичность и неплохая динамика Надо отметить, что Land Rover не изобретал систему Stop Start И далеко не первый установил ее на автомобиль Еще в 80-х подобными устройствами оснащался Fiat Regatta и Volkswagen Polo Основные же разработки на эту тему вел вездесущий Bosch Между первыми пробами и нынешним широким внедрением прошло почти 20 лет Но принципиально схема не изменилась Усиленный стартер, более мощный аккумулятор, пару датчиков и связующие все задействованные автомобильные системы программы в управляющем блоке двигателя Сейчас Stop Start можно найти и на BMW, и на Mini, и на Citroen, и на Smarty К чести Land Rover нужно отметить, что на внедорожнике до сих пор никто систему Stop Start не ставил У системы есть некоторые ограничения в алгоритме работы Скажем, она не включится, пока температура охлаждающей жидкости не повысится до 15 градусов А в мороз не будет работать вовсе Это связано не только с вероятностью быстрого износа деталей двигателя, но и с соображениями безопасности Так что у нас, где полгода зима, использование подобных систем пока под вопросом Фриландер хоть и кроссовер, но все-таки настоящий Land Rover Поэтому конструкторы заложили в него потенциал достаточный, чтобы преодолеть минимальное по объему, если можно сказать и по сложности Но все-таки бездорожье Надо заранее сказать, что механическая коробка в данном случае, конечно же, скорее вред, чем польза Некоторые препятствия проходятся лучше с автоматом Ну это понятно, все-таки тягу управлять гораздо проще, когда у тебя автоматическая коробка передач Кроссовер оснащен всеми теми же внедорожными опциями, что и обычные фрилендеры Здесь есть и система Train Response, и противобуксовочная система, и Hill Descent Control Который, кстати, поможет нам сейчас при спуске с, если я не ошибаюсь, 50% склона Выставляемся на спуск И плавненько начинаем сезжать вниз Все у нас включено Оп! Вот сработала система Хизоцинга Совершенно спокойно, уверенно, без всяких проблем Впереди у нас довольно крутой подъем Вот здесь могут быть некоторые проблемы, потому что все-таки с автоматом такие подъемы брать куда проще Попробуем сейчас отключить систему динамической стабилизации, чтобы нам не придушить двигатель И с легким разгончиком возьмем этот подъем Ну вот так вот В общем, если все делать правильно, то машина едет совершенно спокойно и уверенно Система Stop Start отключается, когда мы активизируем какой-либо из режимов terrain response Но отключается как бы не совсем То есть она не глушит двигатель при остановке, но при этом она автоматически его запускает В случае, если мы, допустим, при движении на подъем неожиданно заглохли Не рассчитав крутизну подъема, либо подачу газа Вот сейчас мы можем попробовать, как работает система помощи подъема на холм Нажимаем на тормоз до упора Отпускаем, машина стоит на месте Добавляем газ, отпускаем сцепление и едем наверх Обратите внимание, я заглох, не хватило газа Зажал сцепление и двигатель запустился сам собой Попробуем сейчас чуть-чуть добавить газ Еще раз Выжимаем тормоз Отпускаем, машина стоит на месте Добавляем газ И поднимаемся наверх На сложных знакопеременных препятствиях, вроде как вот эти бревна Приходится играть все время газом, тормозом и сцеплением С механической коробкой это не так удобно Тем более, что понижающей передачи у нас нет Просто так можно спуститься и не получится Но, тем не менее, очень цепкие тормоза И аккуратная работа сцепления позволяет нам В общем, с вывешиванием, со скрежетом, с некоторым Но, тем не менее, довольно успешно преодолевать это Некомфортное препятствие Практически без ударов Здорово выручает энергоемкая подвеска Которая гасит Толчки Не доводя Рычаги до отбойников Немного жестче, чем обычно Приходится оперировать с педалью газа При работе противостоятельной системы Но, тем не менее, она отлично справляется со своими обязанностями Вытаскивая автомобиль из диагонального вешивания Как вот было сейчас Теперь мы приступаем к нашему городскому тесту Поедем сейчас искать пробки Как видите, движение достаточно интенсивное в городе Я думаю, нам удастся это сделать И посмотрим, какой расход топлива будет В машине при включенной системе Стоп-старт И после его выключения Начинается дождик Поэтому не будем тернуть время Поедем быстрее Ух ты, вот это дождик Ну что же То, что мне помеха Стартуем И вперед Наш тест в городской разбиваем на два этапа Как вы знаете, первая часть Сейчас у нас будет движение с включенной системой Стоп-старт Сбрасываем все показания И поехали Пока расход топлива 9 литров на 100 километров Сейчас, правда, мы попали в совсем уже глухое место Вот на корпус Две минуты пробираемся И, кстати, стало жарко Мы увеличили немножко кондиционер Уменьшили температуру кондиционера Немножко производительность увеличилась И вот средний расход топлива увеличился на 100 грамм На 100 миллилитров Теперь 9,1 Насвечивает Система Стоп-старт Продолжает работать Исправно Никаких проблем с этим нет Запуск легкий Глушит быстро Пока расход топлива не увеличивается Как и есть 9,1 литра Вот опять заглохли Посмотрим, насколько долго будет пауза Считаем 17 секунд Это я обратно перевел позицию кондиционера На комфортный 21 градус Когда включена, скажем, 19 То вот этот диапазон, может, секунд 10 занимает Но все-таки 10 секунд пробки с выключенным двигателем Это неплохо Если экономия достигает 10%, то количество вредных выбросов, которые попадают в атмосферу, снижается на 20% Переключаемся строго с рекомендациями система Стоп-старт с этими стрелочками зелеными Вот 1600 оборотов загорелось Переключаемся Система, получается, все-таки ищет вот это вот Вот сейчас будет максимальный крутящий момент, да, еще только немножко нажать Но если сразу переключаться, то вот ощутимое напряжение двигателя есть Вот трафик дал нам небольшую передышку Уже, наверное, километра 4 мы едем вполне себе свободно И расход топлива сразу же упал Сразу же упал Фантастика Мы проехали всего какие-то 10 километров без пробок В спокойном режиме И расход топлива упал до 6,9 литра на 100 километров С 9,2 до 6,9 литра Вот и кончилось наше счастье Снова пробка И расход топлива стремительно увеличивается Вот уже 7,3 литра Мы проехали почти 15 километров без пробок И вот она, обещанная в районе Краснопрудной улицы Да, вот она наша пробочка Вообще, наверное, самые странные водители в Москве сейчас Мы ищем пробки Оказалось, не так просто найти бывает Тем не менее, нам удалось получить вполне устойчивый результат расхода топлива И после короткой остановки мы перешли ко второму этапу наших испытаний С отключенной системой стоп-старта Ну вот ездим мы уже второй час Если держаться в потоке То вот, пожалуйста, налицо 9,8 литра на 100 километров без системы стоп-старта Нормальный совершенно расход для города, для дизельного автомобиля с механической коробкой Для машины такой массы Это даже, можно сказать, очень неплохой показатель Я рассчитывал, что будет 11-12 Вот, но он, конечно же, далек от того расхода, который показал автомобиль в смешанном, если можно так выразиться, цикле Когда часть пришлось на пробки, а часть на сравнительно свободное движение У нас вышло, как вы будете, 7,6 литра В глухих пробках, которые у нас были с первой половины дня В который мы попали с включенной системой стоп-старт У нас вышло, как вы будете, 9,2 литра Разница все равно более, чем за метр 700 грамм на 100 километров Это не литр, конечно, обещанный производителем Но, должен сказать, что у нас все-таки собственные особенности движения И в пробках, и на светофорах отличны от той же Великобритании Расход топлива у вас средне все время меняется В зависимости от режима движения И можно выделить какие-то максимальные, минимальные величины Но вот с отключенной системой стоп-старт Максимальный расход у нас получился Недолго, правда, держался, поскольку мы ездим сравнительно аккуратно 11,3, потом перескочил быстренько на 11,5 И снова ушел на 11,3 литра на 100 километров И спустя какое-то время снизился еще Когда мы выехали из Толчаев Ну вот наш тест закончился Мы вернулись в Останкино Результаты нашего теста очевидны Расход топлива 76 литров минимум Которого мы достигли при движении Всех включенной системы стоп-старт И следуя указаниям этой системы по переключению передач Выполняя все требования правиль скоростные и прочие И максимальный расход 11,5 литров Когда мы все отключили, давили на газ, не щадя автомобиля Держались, правда, в потоке довольно-таки успешно Но при этом получили вот такой большой расход топлива Выводы можно сделать очень простые Система, конечно, работает Но главное не система Главное все-таки манера вождения Потому что даже вот в этих результатах У нас получилось 4 разные как бы графы Это включенная система экономичное вождение Это включенная система свободное вождение Это выключенная система экономичное вождение И выключить система свободное вождение Так вот, между крайними положениями Есть вот эти два Которые различаются на 800 грамм на 100 километров Экономика, получается, не так важна Но я уверен, что экологические показатели автомобиля Здесь превалируют Так что, если вы заботитесь не только о своем кошельке Но и об окружающей природе Постарайтесь водить аккуратно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...